В прошлом выпуске мы говорили о Низаами, о персидском поэте, величайшем мастере восточного слога. Надо отдать должное кибероскярам, ответа от них не последовало, разве что очередные брызги слюны из Вести.АЗ. Тем не менее, назвав меня арийцем, не внимая в смысл одного из последних моих выпусков, Вести.АЗ особо не концентрировала внимание на Низаами. Упомянули, да, но не акцентировали на Низаами особого внимания. А что, собственно, акцентировать-то? Ну, персидский, ну, родился на территории современного Азербайджана. Правда, Вести.АЗ не понравилось, что я ссылался на Википедию. Мол, вся Википедия делана руками непрофессионалов, видите ли. Или, чего хуже, вся она проармянская. Интересно, если Армения нищая, как ее пытается позиционировать Азербайджан, то откуда же она деньги черпает, чтобы оплачивать википедистам всего мира? Ведь мною доказательства были представлены Википедией абсолютно на разных языках мира. Что ж, раз не нравится Википедия, давайте обратимся к Британике. Она перед вами. Читайте, если владеете английским. А для удобства мы вам подчеркнули. Все для вас, как говорится. А это из английской энциклопедии 1902 года, где мы тоже видим статью о персидском происхождении Низаами. А вот статья из электронной библиотеки университета Аризоны. И тоже Низаами персидский. И тоже описана его дошедшая до нас короткая биография об отце Персии и матери Курдианке. Все это в свободном доступе. Главное, как говорится, желание. А об азербайджанце Низаами вы можете почитать только писанное руками самих азербайджанцев. Или тех же советских некоторых мужей. Крымский, например, который, впрочем, по заказу Кремля и азербайджанизировал Низами, дабы придать новой советской нации яркую культуру. Чем наделяли советы новых народов? Правильно. Культурными и историческими составляющими. По одному и важному народному писателю, народной музыке, народному празднику, народному композитору, народной кухне и так далее. В азербайджанском варианте и народному этнониму, из-за кавказских татар в азербайджанцы. Не путать из варягов в греки, что в повести временных лет. Но кое-кто забыл об этом. Оказались неблагодарными. Неблагодарными ни советским мужам, ни иранским. Имеют наглость говорить такое, у персов нет поэта, который бы мог затмить азербайджанского Низами. Если я сейчас начну перечислять всех персидских поэтов, то получится иранский сериал. Да и незачем это делать. Сама цитата этого человека настолько глупа, что кроме как прочесть и улыбнуться, больше ничего не остается делать. Низамини одинок. Новую нацию многими наделили. Большая часть культуры этой самой новой нации была взята из Ирана. Меньшая из культур других соседних народов. К примеру, каждый народ с богатой историей имеет какого-то национального исторического героя. Исторического или мифического, не важно. Но имеет. Обязан иметь. Если народ не сложился вчера. В Азербайджане такой герой Бабек. Почему СССР наделил азербайджанскую нацию именно Бабеком? Главный ответ кроется в том, что Бабек был ближе к советской идеологии, хоть и жил в начале 9 века. У советов главный слоган звучал так. Фабрики рабочим, землю крестьянам. Бабек начинал с того же, только со взгляда советского времени. Мы завоюем себе свободу, свободу и равенство. Вся эта земля, которую мы поливаем своим водом, должна быть наша и кормить нас должна. Каждую пять ее меч Хурамита обязана освободить от врага. И настанет день, когда на земле нашей все блага ее будут по справедливости разделены поровну. Да и жесты, похоже, с вождем мирового пролетариата. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Этим и понравился Бабек. Настоящий коммунист, борец за права угнетенных. А теперь серьезно. Итак, как мы уже знаем, на рубеже 30-40-х годов общность азербайджанской социалистической нации получила не только персидского поэта Низайми Гяндживи, но и национального героя, руководителя антиисламского движения 9 века Бабека. Для начала расскажу краткую биографию Бабека. Родился он в Белалабаде в конце 8 века на территории Персии в современном Остане Ардабиль. Настоящее имя – Папак. Бабек же – арабизированный вариант персидского имени Папак, так как в арабском языке отсутствует звук П. Бабек происходил из ираноязычного народа Азари, живших на северо-западе современного Ирана, до пришествия тюрок-сельджуков с востока. Отец же Бабека, как сообщает нам Мухаммад Ан-Надим в книге «Китаб Аль-Фихрист», родом из Аль-Мадаина, современный Ирак. Как я говорил выше, Бабек прославился в иранском мире тем, что возглавил антиисламское движение в стране, которое произошло в 9 веке. Это восстание имело место еще за два столетия, внимание, за два столетия до разбивки в регионе первых тюркских качелей и шатров. То есть, если Низа Ами уже знал о тюрках, то Бабек слыхом не слыхивал о них вовсе. Сам был персом и боролся с арабами, с теми, кто ислам навязывал. Однако, все эти вышеперечисленные обстоятельства никак не могли повлиять на окончательный выбор. Каждая социалистическая нация обязана была иметь своих великих. И азербайджанцы тоже не исключение. Кроме того, если мы заглянем в арабские, персидские, армянские источники, то обратим внимание, что их авторы упоминают о мятеже Бабека, называя его персом или хуррамитом. Эпитет слова хуррамит обозначает по-арабски людей веселой разгульной жизни. Нигде ранее советских источников не говорится, что Бабек – азербайджанский герой. И тем более, ни в ранних, ни в советских источниках не упоминается его тюркское происхождение. Ибо, как я говорил, он жил задолго до нашествия тюрок в регион. Известный востоковед Михаил Тамарра в книге «Бабек» хотя и представляет вождя восстания как лидера классовой борьбы, но борьбы иранской. В примечании своей книги на странице 180, изданной в 1936 году, он пишет Азербайджан – провинция халифата, соответствующая провинции современного Ирана, того же названия. Азербайджанская СССР не входила в прежний Азербайджан, а составляла в период халифата четыре провинции – Аран, Мукан, Гуштасфи и Ширван. Населен был Азербайджан во время халифата иранцами. Зато, если обратить внимание чуть ниже, в тех же примечаниях книги «Бабек» Тамары, он пишет об Армении, как о стране. Армения – горная страна между Малой Азией и Каспийским морем. Во время халифата большая часть ее принадлежала арабам. Вот вам Армении на Кавказе и не было. А точнее, не на Кавказе, а в Закавказье. Автор четко поясняет, кто во времена Бабека был, а кого рядом не было. Кстати, в книге очень часто упоминается и Армения. И Армения, и Армяне. Например, автор пишет, что в год воцарения багдадского халифата Мамуна престол Византии захватил один из лучших римских полководцев – Лев Пятый Армянин. И можно было ожидать энергичных действий со стороны Византии против халифов. И это еще не все. Знают ли в Азербайджане, что в свои трудные дни их национальный, в кавычках, герой искал помощь именно в Армении, у армян? Летописец Бабека пишет На что мог еще рассчитывать Бабек? Что бодрость духа не оставила его, мы видели, когда он отказывался от помилования халифа. А надежда его состояла в том, чтобы достигнуть Армении, где у него были связи с местными дахканами. С их помощью он рассчитывал перебраться в Византию, а там, собрав несколько десятков тысяч иранских беженцев, он мог составить сильный отряд. Узнав о том, что Бабек с семьей скрывается в Армении, его враг и преследователь Авшин отправил своих всадников в эту страну, чтобы схватить Бабека. Взять в плен удалось только мать и жену мятежника, отставших от него. Тогда всем дахканам Армении Авшин разослал приказы поймать Бабека и доставить его живым или мертвым. За поимку была обещана большая награда. Армяне не стали выдавать будущего национального героя Азербайджана ни за какие деньги. Бабека предал Сахал. Как пишет Виктор Шнерельман в своих сочинениях, Азербайджан остро нуждался в своей истории и с 1940 года на историческом факультете Азербайджанского государственного университета работала кафедра истории Азербайджана. К этому времени иранские и армянские факторы способствовали быстрой азербайджанизации исторических героев на территории Азербайджана. Образ Бабека был востребован большевистской пропагандой. А чуть позже уже и в работе Зии Буниатова Азербайджан в 7-9 веках персидский средневековый бунтарь окончательно трансформировался в азербайджанского полководца, в символ азербайджанского стремления к свободе и социализму. В начале повествования обо мне и антитопоре Вести.Аз начинал опус с сентенции Габриэля Лауба о рабах и рабовладельцах. Причем, если вы заметили, почти весь текст был изошрен кавычками. Автору думалось туго и он построил свой текст на текстах и цитатах других. Что тут еще можно сказать? Посему считаю своим долгом закончить Габриэлем Лаубом и выразиться его словами. Легче всего пишется авторам, у которых словарный запас невелик.